МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И после того, как отменили определенные ограничения, решили все-таки его провести. Но провести в формате театральной экспедиции. То есть, если обычно раньше все театры собирались в каком-то одном из городов Югры, то в этот раз решили проехать всей командой фестивальной, включая, естественно, жюри фестиваля, по тем городам Югры, где живут и здравствуют государственные и муниципальные театры округа. Отлично. Первая точка. И кто, соответственно, рулевой-то будет? Кто за рулем? Первая точка – это город Нижневартовск. За рулем одного автомобиля будет Павел Николаевич, а за рулем другого автомобиля буду я. Самое главное, что ни в одном автомобиле с разными руками. Полтора метра, опять же, поедем в дистанцию. Итак, Нижневартовск. Хорошо. Ну, получается, кто та творческая и оценивающая труппа? Кто жюри? Жюри, значит, состоит из пяти человек. Три члена жюри из города Москвы. Это председатель жюри Глеб Ситковский, Владислава Куприна, Анна Казарина. Все они входили в свое время в экспертное жюри «Золотой маски». Далее театральный журналист, публицист Владимир Спешков из города Челябинска. И наш давний друг, я имею в виду друг фестиваля, это председатель Тюменского отделения союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Орел. Состав-то просто, мне кажется, сейчас там Нижневартовск и все эти города, которые будут принимать члены жюри, все, у всех задрожали колено. Давайте озвучим весь список. Вообще, по каким городам? Итак, Вартовск. Первый Нижневартовск. Да, открытие у нас в городе Нижневартовск. Затем мы едем в Мегион. С Мегиона возвращаемся снова в Нижневартовск. Потом переезжаем в город Сургут. Из Сургута мы выдвигаемся в город Нефтьюганск. Из Нефтьюганска проездом немножечко задерживаемся в Хантамансийске. Потом едем до города Нягань. Там смотрим два славных спектакля от Няганского театра юных зрителей. И возвращаемся в город Хантамансийск. Там смотрим постановки театра Солнца и Хантамансийского театра Кукол. И финалим все это пресс-конференции и закрытием фестиваля. А как же Югорск? В Югорске, я сейчас подчеркну, что фестиваль профессиональных театров, те, которые имеют статус государственных, то есть региональных и, в данном случае, муниципальных театров. Поэтому в перечень театров, участвующих в фестивале, даже не вошел. И федеральный театр, находящийся в городе Коголыми, я имею в виду филиал Малого театра. А сколько всего спектаклей будет показано для зрителей? Так, у нас, по-моему, 16 спектаклей. Да, дело в том, что два театра показывают по одному спектаклю, а вообще практика такова, что каждый театр показывает два спектакля. Но я еще должен добавить следующее, что вот в эту фестивальную команду добавился еще один театр, который вот, ну, буквально недавно, три года назад присоединился к нашей театральной семье. Это театр музыки из города Мегиона. Это его первое участие вот в статусе муниципального театра. Но что самое сложное для руководителя команды организаторов? Вот сейчас, в данное время, и в такое, скажем, более спокойное, чем было чуточку ранее, да, но все-таки, что самое сложное? Наверное, самое сложное – это уладить вопрос между тем, что огромное количество зрителей соскучились по театрам, они очень долго не виделись со своими любимыми актерами, долго не видели репертуар, а театры соскучились по зрителям. Но в настоящий момент времени еще не все ограничения сняты, поэтому некоторые театры… И нужно сделать так, чтобы они не набросились друг на друга, да? Да, да, и некоторые театры с 50-процентной заполняемостью действуют, а некоторые театры, к сожалению, только в формате онлайн. Кстати, есть информация, что будет прямая трансляция. Это правда? Совершенно верно. Вот Илья Сергеевич подготовил команду ребят, технических специалистов, которые будут осуществлять в течение всего фестиваля, трансляции. Но я сразу должен сказать о том, что не все спектакли будут транслироваться, что называется, в прямом эфире, потому что не везде авторы согласились на это, то есть не улажены авторские права, но как минимум чуть больше половины спектаклей будут находиться в открытой трансляции, которые будут транслироваться на площадке группы ВКонтакте «Белое пространство». Поэтому можно уже нашим зрителям подписываться на эту группу, если кто любит театр, посмотреть. Хорошо, но в любом случае для тех театров, где 50% наполняемость разрешена, это все будет со зрителями? Ну, дело в том, что 50% это везде по округу. Ну да. Ну, с учетом того, у всех же разные залы, например, там у Нижневартовской это порядка 150 мест зрительных залов, мы понимаем, что 150 наполовину, но это 75 человек, из них две трети это фестивальные команды или те театры, которые приедут в гости к театру, чтобы посмотреть живут. То есть живых зрителей-то и местные настоящее? Ну нет, почему? Мы пытаемся, чтобы там были живые зрители, да, но все-таки есть какая-то вот такая пропорция определенная. Ну то есть все какие-то моменты, все нюансы, все нововведения можно будет там в группе, да, все это проследить, просмотреть, ну и, конечно же, мне кажется, также в социальных сетях у каждого театра будет подробная информация. Да, тут два главных источника. Первый – это группа ВКонтакте Белого пространства и также еще Инстаграм Пикник ХМ. То есть там тоже будет транслироваться определенный контент. Да, но самый главный контент мы узлом завязали в группе ВКонтакте «Белое пространство». Поэтому вся информация актуальна, все там. Ну что же, «Белое пространство» на территории Ханты-Вассийского автономного округа Югры отправляется в путь Нижневартовска. Жди. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Прощаемся. С вами живите 2-2,5 минуты. Дождитесь. Спасибо.